Всем привет! Добро пожаловать на канал Микро Юниверс. И сегодня будет обзор всех моих колоний. И начну с своей любимой колонии. Это Кампонотус Париус. Как видите, они у меня разрослись. Огромное количество коконов лежат на арене. Кстати, видели вот таких вот розофилок? Они просто огромные. Они реально огромные. Можем миллиметра два, а то и три в длину. Конечно, может быть не дрозофилки. Так как сейчас осень у нас. Уже осень, число 15 сентября. И они прилетают на балкон. Потому что балкон у меня теплый, утепленный. А на улице уже ночью холодает. И они просто кишат. Их очень много на стеклах, поэтому я их собираю. И кормлю ими муравьев. А теперь мы аккуратненько с вами переходим к Париусам. Вы думали, они будут в пробирке? Не-не-не. Я их переселил вот такой вот формикарий небольшой. Который остался у меня еще с тех времен, когда у меня жили гиминаты. Вот наша маточка умывается в работе. И, конечно же, расплод. Смотрите, сколько их здесь. Огромное количество коконов. Огромное количество личинок и яйца. У них все идет в полном ходом развития. Прямо очень хорошо они развиваются. Мне прям нравится. Кормлю их медовым сиропом, обычным сиропом. И закидываю огромное количество трозофилок. Как видите, это дает свои плоды. Переселил я их буквально недавно. Потому что, во-первых, их становится больше. И в пробирке я чуть накосячил. Сейчас я даю пробирку здесь. Я вам покажу. А найду ли я ее? Да? Найду. 5 секунд. Вот такая вот пробирка у них была. Видите, они все это сделай сгадили. Там все черным-черно. Потому что огромное количество дрозофилок они покушали. И из-за этого там все стало очень-очень грязно. Но мы не будем с вами забывать, что сами по себе парятся еще те свинки. И даже этот формикарий, который сейчас чистый, скоро времени стоит не очень грязным. Да, я еще приболел. По голове, наверное, слышно. Ну, это не отменяет того факта, что видео на канал нам нужно по-любому записывать. Также появились уже, видите, такие большие рабочие полусолдаты. Если сравнить с обычными рабочими, то эти такие большие, длинные. Но они не бочки. Бочки у нас будут дальше, которые будут постоянно просить дать им сиропа, чтобы запасы были всегда у нас в избытке. Кстати, скоро появится тут новый рабочий. Видите, как он уже весь почернел. Со дня на день он у нас вылупится. 13 рабочих, я только что посчитал. Тут 13 рабочих. А только недавно, месяца два назад, матка была сегодня с тремя. Поэтому все у нас это хорошо. В полном ходу идет развитие. Как видите, они другого кормят, потому что только недавно я их кормил сиропом. Но сироп они не сильно едят. Они в большинстве своем просто закидывают его мусором. И плюс они, видите, перестали кушать дрозофилок. Потому что, скорее всего, белка им хватает сейчас. Вот крошки дрозофилок. Вот чуть погрызанные дрозофилки. А так вот валяются. Кормил я их еще два дня назад. Но они что-то их есть вообще не стали. Значит, белка им хватает. Плюс не так много личинок, чтобы кормить. Прямо постоянно белком. Плюс, видите же, личинки почему-то желтеют. Либо они такие сытые. Либо, я не знаю. Но у париусов, насколько я помню, с прошлых своих лет, с прошлого опыта, нету диапаузы. Поэтому, скорее всего, они просто сытые. И готовятся уже в скором времени окуклицы. Это у нас что по париусам. Поехали дальше. Теперь пришло время рассказать вам о таких муравьях, как Кампонотус никобаренсис. Я вам подключил вот такую вот аренку небольшую. Смогу ли я открыть крышку? Вот этот вопрос. Смог. Ну, чтобы сейчас не выбежал. Тоже так же кормлю я их дрозофилками. Ну, они не очень убиваются по белку. Им больше нравится сироп. Вот эти пятна, это все сироп. Они его просто не доедают всегда. И плюс, я вот узнал такую особенность у ников. Сейчас закрою аренку, чтобы никто не убежал. А то они очень прытки у меня. Узнал такую особенность, что даже когда сиропа много, они его почти зачем-то, почему-то приносят в пробирку. И из-за этого получается, сейчас покажу, что. Вот видите, они приносят в пробирку. Там они выплевывают его. И из-за этого получается такая небольшая вот мусорка. Вот они мушек едят тут. Дрозофилок и так далее и тому подобное. Сейчас кидывают около двери. Вот еще мушка недоеденная. Но самое главное, что интересует правильно, есть ли у них расплод. Как видите, расплод у них есть. Но показать его, наверное, вам не смогу, потому что они тут все, как видите, поиспачкали. Вот. Вот как-нибудь вот так. Вот. Как видите, расплод есть. Все тут хорошо. И личинки, и коконы. Все в полном порядке. А все почему? Потому что ники убиваются больше не по белковому корму, например, те же самые париусы. А им больше нравятся именно углеводы. Чем больше даешь им углеводов, тем быстрее у них идет развитие. Да, по работе мы чутка просели. Как видите, их всего лишь Т3. Хотя вот не только недавно было 5. И вот я в мусорке где-то увидел трупик рабочего, который они погрызли. Но все равно, пока есть рабочие, пока есть расплод, все у нас будет хорошо. Просто рабочий постоянно бегает по арене. Не знаю, с чем это связано. То ли ищет еду, то ли собирается в скорое время помирать. Ну, где он? Вот он. Где тут был? Сейчас, стой. А вот. Нет, не он. А вот он. Постоянно так бегает, 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 бегает. Уже сколько дней он просто бегает. Но, в принципе, у нас все хорошо по париусам. Как бы паника моя оказалась немножко ложной. Ну, конечно, мне тоже можно понять, сколько дней расхода не было. Около недели-двух я забил тревогу, что не так, что не так. Но в итоге все оказалось намного проще. Просто эти муравьишки очень любят и очень зависимы именно от сиропа. Хотя я не знал. Я всегда думал, что если нет расплода, то надо кормить, закармливать просто белком. А оказалось, все то, что именно сироп влияет на то, чтобы париусы начинали потихоньку развиваться. Сейчас я каждый день их кормлю сиропом. Прям каждый день. Не доедают, неважно. Главное, чтобы они кушали. Кстати, я вас обманул. Как видите, все пять рабочих, все на своих местах. Просто, скорее всего, я резко включил свет. свет для них. И они испугались и забили все какую-нибудь дырочку под ваткой. Вот видите, они прогрызли вот здесь и там они прячутся. Так что, все у нас хорошо. Все рабочие с момента приезда оказались живыми. Постоянно тусуются и на арене, и в пробирке. И теперь мы с вами переходим к самой тяжелой для меня колонии, которая сначала вообще не развивалась, потом начала потихонечку развиваться. Как вы можете увидеть по видео, огромное количество я имел сыпл семян, также семена арбуза, которые не едят. Да-да, это миссоры. А вот какие миссоры? Правильно. Миссор капитатус. Что-то подвину. Чуть арену вперед. Ну вот, это миссор капитатус. У меня их переселил, как вы помните, вот такой вот формикарий. Они его чуть подгрызли, но в принципе это все не критично. Вот наша матка любимая с чуть придавленным брюшком. Ну, рабочее стало, как видите, больше. Второе, получается, секцию я им открыл. Конечно, им еще расти и расти, но будем надеяться, что они все потихонечку у нас вырастут. Тут у них содержатся семена, но нас же интересует именно расплод. Вот, но расплода стало намного больше, прям в разы. Вот еще скоро появится снова рабочий, куколка почернела. Плюс, вы можете увидеть, сколько куколок тоже стало. И куколки, и личинки, и яйца. Прям все, прям очень-очень много. То есть, буквально еще месяц такого темпа развития. И мы с вами уже откроем им третью секцию. Да, в принципе, их мало для третьей, для второй секции. Они спокойно могли бы жить в одной, но они очень любят постоянно собирать зерна и таскать их формик. Поэтому я сделал именно так, чтобы у них постоянно был доступ к зернам. Чтобы они постоянно их там грызли. Плюс, бывает такое, что они тут хранят даже личинок. Ну, сейчас я что-то личинок здесь не вижу. Неа, тут сейчас личинок нету. Тут просто сейчас зерна хранятся. А так, они навалят просто сверху личинок на эти зернышки и греют их, либо влагу из них вытаскивают. Я не знаю, что к чему, но, как видите, паникеры они еще те. Только немножко пошевелил я формик, все, ждут как тут. Они начинают группироваться в такие вот группы, но они маленькие все равно, как видите, они небольшие. Такие муравьи. Те же самыми минорами, кажется, они покрупнее. Да, в принципе, мне о них рассказывать больше и нечего. В колонии развиваются личинки есть, матка живая, на арене тоже очень много зерен, так что кушать не хочу. Как вы можете видеть, мусора вообще мало, практически нету. Что очень странно именно для миссоров, потому что постоянно они, даже не есть зерна, постоянный мусор, а тут какая-то тишина. Сейчас я вам просто покажу следующую колонию миссоров, и вы убедитесь, что миссоры такие свинюшки постоянно, у них на арене очень большая мусорка, которую нужно убирать, а тут даже мусора и нету. Кстати, я думал то, что тут небольшая, и там небольшая, я просто думал, что они будут складывать именно в форме, потому что очень много мест для них, но как видите, вообще все идеально, то есть ни мусорку они в форме не сделали, тут получается расплод, тут у нас получается зерна, они получается бегают, все, ни мусора, ничего, то ли они очень маленькая и не очень мало едят, то ли я не знаю почему, ладно, поехали дальше. Вот это у нас колония миссор барбарус, как видите, огромная мусорка, также постоянно полузганные семечки, которые скрытые уже семена, личинки всякие разные и так далее и тому подобное, но тут я тоже сделал небольшую не то что ошибку, просто открыл все камеры на вырост, как вы можете видеть, они постоянно таскают зерна, постоянно, тут они их собирают, тут они их чистят, тут у нас то же самое, все камеры забиты зернами, но они не прорастают, потому что они очень быстро защищают, делают так, наверное, что-то повреждают этим семенам, чтобы они просто не прорастали и хранились очень и очень долго, а вот тут у нас начинается веселье, расплод огромное количество, ваткой они заделывают в инстилляционные отверстия, чтобы не так сильно дуло, и там где-то в этом огромном-огромном количестве муравьев находится матка, скорее всего где-то там, вот где-то вот здесь, но тут мы ничего не увидим, потому что их тут просто огромное количество, кстати, когда я не открывал камеры дополнительные, которые я вам показал только что, муравьи постоянно тут их было очень много, что даже не было стенок задних видно, а теперь вот я открыл и они так распределились, что все внизу небольшое количество муравьев по камерам раскиданы, ну, надеюсь то, что я эти камеры пооткрывал даст им большой такой буст, чтобы они для развития места очень много в муравейнике, так сказать, в формике, чтобы быстрее все это забичить, они будут быстрее размножаться, но это не точно, ребята, совсем не точно, так же они вот видите погрызли семена арбуза, вскрыли их, но есть почему-то не стали, скорее всего, потому что они очень быстро портятся, или из-за чего еще не знаю, но вот арбузные семечки ими зашли, а вот семечки например от дыни, от тыквы они прям едят просто нура, и так же я тут устал эту ватку заделывать, потому что постоянно на нее грызут постоянно закрывают все ходы можете видеть сейчас прием получится сфокусировать видите все вате вата тут нет ваты тут вата вот тут вата торчит волоски ватки вот как вы видите и и конечно же здесь здесь очень много вата вот она прям вываливается из дырочек они не умеют хорошо запихивать например делали раньше геминаты но по итогу колония развивается надеюсь ближе к зиме они уже забьют все эти камеры и можно будет уже переселять их в огромный фармикарий ну в принципе как видите развитие нормальное огромное количество расплода огромное количество и личинок и по-любому там есть куколки но я не могу вам показать потому что они подзбились в одну кучу и все хотя знаете с чем это может еще быть что может быть связано с тем что они забились в одну кучу в том что пора уже формик увлажнять кстати промиссоров это прям идеальные колонии именно всех миссоров когда у них влажности становится мало они разбиваются в такие вот кучки и это означает только то что нужно уже этот формик увлажнить то ли это из-за того чтобы влага не уходила из камеры то ли еще что но вот так они забились в кучку сейчас я наверное увлажню формикарий они уже все обратно забьют весь формикарий будут везде ползать и так далее и тому подобное сейчас вот мы имеем что имеем они все в одной камере ну да скорее всего это из-за того что я формикарий давно не увлажнял ну и последний сегодня колония это у нас миссор минор я не буду вам показывать всю эту колонию как вы сами все помните как бы ничего нового тут не происходит потихонечку они развиваются но самое интересное то все то что у них расплод весь почему-то в пробирке не знаю с чем это связано тут огромное количество расплода именно в пробирке хотя эта пробирка давно пустует то есть как бы тут воды и влаги не было очень-очень долгое время но они именно здесь содержат расплод я думаю что я обратно перевлажнил этот формикарий но мне это кажется и из-за этого они вот ближе к ватке ватка же влагу вытягивает они его там постелили я его наверное не смогу показать постелили ватку на пол и тут они складывают расплод в принципе в этой колонии разговаривать много не стоит потому что что-то новое также они арбузы едят огромная вот это огромная мусорка для такой колонии эта мусорка просто огроменная и плюс проблема в том сейчас вам покажу что я их кормил арбузными семечками они их почистили но тут видите уже такая небольшая плесень появляется но мне кажется либо это они мусорку это сделают либо они в скором времени это все вытащат не знаю что это будет но что-то по-любому будет поэтому спасибо что посмотрели видео до конца обязательно пишите комментарии ставьте лайки кто не подписан на канал тот обязательно подпишись всем до новых встреч всем пока пока пока